Повысить зарплату, развивать малый и средний бизнес, активизировать акцию по легализации. Такие поручения дал глава области Акиму района Макжана Жумабаева на отчетной встрече перед населением. Подробнее расскажет моя коллега Гульнара Кали. Район Макжана Жумабаева стал одним из первых, где российские инвесторы построили супермаркет низкоцен. Он открылся в декабре прошлого года. С ассортиментом продукции ознакомился и глава региона Ерик Султанов. На прилавках товары казахстанских и российских производителей всего более 8 тысяч наименований. Благодаря в последнее время сложившейся политической и экономической ситуации упразднились барьеры пересечения товаров. Поэтому мы имеем возможность предоставить на рынок Казахстана товары, произведенные в России. Также нам очень интересно работать с местными производителями. В этот же день Булаева прошла отчетная встреча Акима района Оскара Бегманова перед населением. Отдает начало фойе Дома культуры, местные товаропроизводители и мастера прикладного творчества представили свою продукцию. Ерик Султанов акцентировал внимание на необходимости сотрудничества с супермаркетом низкоцен. Супермаркет надо заполнить нашими, в первую очередь, бурайскими, североказахстанскими, казахстанскими продуктами. В первую очередь, мы договорились, что 70% нашего должно быть там. Уже на самой встрече жители района поднимали актуальные проблемы. Речь шла об освещении, водоснабжении и, конечно же, дорогах. И это несмотря на то, что ежегодно здесь проводится работа по решению этих вопросов. Жалуются жители Булаева и на состояние ливневой канализации. Все заливаем, столько воды нет. Прошлым летом это был ужас, люди картошки беззадели. Вот сейчас уже буквально у некоторых людей еще вода стоит в погребах. Я поручил акиму району разработку проекта документации. После разработки проекта документации мы выделили листва и сделаем ливневку в городе Булаево. Несмотря на положительную динамику социально-экономического развития района, наблюдается снижение по отдельным показателям. Глава региона говорил о низкой зарплате, слабом участии жителей района в акции по легализации, отсутствии проекта второй пятилетки карт индустриализации и сокращении инвестиций в сельское хозяйство. Наблюдается значительное сокращение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, 48%. Вот в 2015 году сравнение с 2014 годом. Это говорит о том, что мы перестали покупать технику. Это недопустимо. Этот вопрос нужно двигать дальше. Требует внимания от руководства района и переработка сельхозпродукции. Из 10 имеющих семей, не сработает 7, и они загружены всего на 52%. Переработка мяса не осуществляется всеми предприятиями. Из трех мясоперерабатывающих предприятий одно предприятие простаивает более двух лет. Также жумабаевцы обратились к Ерику Султанову с просьбой оказать содействие в строительстве общежития для студентов колледжа профессиональной подготовки. Здесь порядка 100 учащихся. Здание есть, его надо восстановить. Сделано поезды. Вот давайте я получу акиму района. Он может в рамках государственного частного партнерства попробовать это сделать. Если в течение месяца он возьмется за это, мы ему благодарны собираем. Если он этого не сделает, мы выделим деньги из бюджета, из областного. Между тем, в районе успешно реализуется госпрограмма «Дорожная карта занятости-2020». В прошлом году из южных регионов страны сюда приехали две семьи, в их числе и Айдбаевы. Они обеспечены жильем и работой, планируют заняться животноводством. Тонорцы, награды, мы работаем, нам зарплату устраивают. Дом, тепло, нравится, нормально. Здесь еще хорошо, хозяйство держат хорошо. В прошлом году в село Байтирек из Южно-Казахстанской области прибыли 11 человек. Все они работают в хозяйстве Нурсен Агра. Гульнара Калий, Михаил Казначеев, Новости МТРК.